жизнь на глубине вы знаете что есть общение такие поверхностные есть глубокие дружба тоже бывает поверхностная бывает глубокая учеба и знания наши не могут быть поверхностными а могут быть какими глубокими о библии сказано что это без на премудрости божий это большая глубина поэтому и проповедование может быть различные но я хочу говорить сегодня жизни на глубине я думаю не случайно многие сокровища и богатства они сокрыты глубоко под землей и я не думаю что нас завлекает что-то поверхностное и в плане познания бога и божьих истин нам хочется больше нам хочется поглубже не так ли поэтому это прекрасная жизнь и прежде чем мы будем раскрывать эту тему я хочу просто поговорить из слова божья прочитать некоторые стихи скажу несколько слов своими словами языки для 47 глава там написано потоке дающим жизнь который выходит из храма божья вообще люди посещающих храм божий хорошо когда они являются маленькими источниками и когда небольшие источники соединяются воедино получается в результате большой поток и когда поток движется он способен сдвинуть застывшие или застоявшиеся сердце и вот бог повелевал пророку языки люди чтобы он вошел в этот поток и написано что он входил туда меры определенную сначала было отмерено тысячу локти и он вошел в поток и было воды по лодыжку потом еще тысячу и вошел поток по колено потом еще раз было отмерено он зашел еще глубже и потом наконец наступил момент когда надо было уже плыть и когда он вышел оттуда он услышал очень важное слово божье которое повествует нам о том что воды эти сделаются здоровыми а еще там написано куда войдет этот поток все будет живо там есть поток дающий всем нам жизнь итак жизнь на глубине разбирать это слово или вникать в эту тему мы будем на основании евангелет луки 5 глава вы можете открыть если у вас есть библия я буду читать с первого стиха а вы послушайте однажды когда народ теснился к нему чтобы слышать слово божье он стоял у озера генисарецкого христа окружали люди и многие желали его слушать и учиться от него теснили его увидев он две лодки стоящие на озере и рыболовы выйдя из них вымывали сети войдя в одну лодку которая была симонова он просил его отплыть несколько берега и сев учил из лодки когда же перестал учить сказал симону отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова симон сказал ему в ответ наставник мы трудились всю ночь но ничего не поймали но по слову твоему закину сеть одна из историй из жизни иисуса христа эту тему еще можно назвать благословенная рыбалка в результате в результате они получили много рыбы повинуясь слову божьему но моя тема это жизнь на глубине что это значит что это значит жить на глубине первое это значит жить по слову божьему это жить по слову божьему написано но по слову твоему что сделаю закину сеть вы знаете в чем я вижу проблему у нас получается жить по слову когда у нас все хорошо мы доверяем слову и верим ему и проповедуем его но у нас начинается проблема когда у нас что-то не получается что-то идет против нас а еще хуже если мы имеем какие-то нужды не получаем ответа и помощи мы начинаем теряться мы не знаем что делать но нужда то нет ступает она постоянно напоминает о себе и дает о себе знать и когда мы слышим призыв к действию какому-то мы начинаем сомневаться сами в себе и сомневаться в том возможно ли это для меня или для нас здесь очень ярко выражена или открыта нам вот эта история написано что они всю ночь трудились но не поймали ничего вы знаете я был на этом озере генесарецком это удивительное озеро и рыбаков там и сегодня немало говорят так что когда-то была экология лучше и рыбы было побольше и я думаю что это было так но удивляет меня тот что они по ловили всю ночь если бы хотя бы чуть-чуть но ничего не поймали причем это было ловля не ради удовольствия а это ради жизни и у них не был большой такой выбор чтобы поймаю поймаю нет в магазине куплю это было их работа и вот когда закончился еще один трудовой день даже больше то ночь они встретились иисусом и он говорит закиньте сеть по правую сторону закиньте сеть для лова отплывите на глубину и закиньте сети для лова если это слово отнести к нам и можем сказать господи нет нет я не могу у меня не получится я уже пробовал не получилось в конце концов что люди скажут обо мне мы уже и сети вымели мы собираемся идти домой но послушайте если это даже противоречит здравому смыслу или вашему пониманию если мы поступаем по слову божьему в нашу жизнь придут чудеса вообще для чудо надо два условия первое чтобы мы исчерпали себя и поняли что здесь сам я не перейду или если не бог то кто может мне помочь почему если бы это просто была бы обыкновенная рыбалка не там поймали много они даже бы не обратили на это внимание но чудо приходит в нашу жизнь когда человеческие возможности исчерпаны приглашали все время иисуса в дом лазаря чтобы он помог больному человеку но получилось так что когда он пришел уже лазарю мир казалось бы он мог бы помочь но опоздал но если бы он пришел может быть раньше чудо который 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 можно сказать увидела весь мир не случилось бы но иисус он знал почему он медлил он знал почему он туда пришел и он знал что он собирался делать на основании библии мы находим что если мы послушны слову божьему в нашу жизнь эти чудеса придут но поступать по слову нам трудно когда призывают нас например молиться или поститься а вы это делали уже неоднократно применяя все весь весь ваш опыт и все знания но ничего не изменилось и вы еще что-то делаете по инерции но вы не делаете по слову вы не говорите господи ты сказал я на этом слове стою я верю этому обетованию и я знаю если не сейчас то я получу и помощь и ответ господи от тебя в результате и вы будете благословлены и окружающие вас люди поэтому когда мы способны преодолевать наше мышление и действовать по слову в нашу жизнь придут чудеса и так жизнь на глубине это жизнь по слову божьему но по слову твоему господи я это сделаю мой опыт говорит о том что это делать бесполезно мои знания говорят то же самое но господи несмотря на нашу усталость несмотря на то что в это трудно поверить но коль это ты сказал я это еще раз сделаю следующее что значит жить на глубине жизнь на глубине эта жизнь по духу а не по плоти это жизнь по духу а не по плоти написано чтобы оправдание закона исполнилось нас живущих не по плоти но по духу то есть это состояние когда наша жизнь направляется не плотью но духом духом а не законом все по благодати и так жизнь на на глубине это жизнь по духу вы знаете я рассуждал например почему люди иногда грешат даже христиане основная причина или причина номер один что они живут по плоти библия об этом говорит так потому потому что живущие по плоти закону божьему не покоряются да и не могут то есть они желают но не могут почему не могут потому что живут по плоти до им хочется так жить но у них не получается почему потому что они не под водительством духа а под водительством плоти еще написано что живущие по плоти угодить богу что они могут даже при всем желании они не в состоянии это сделать поэтому бесполезно служить угождать своей плоти и поэтому моя просьба преодолевайте плоть просто преодолеваете а что это значит прощайте это значит благословляйте это значит любите ваших врагов а не проклинайте это значит не ищите оправданий но ищите милости от бога преодолевайте вашу плоть жить по духу это значит перестать жаловаться иначе если что-то приходит вашу жизнь и она вам не нравится слова придут тут как тут и попробуй удержаться чтобы ничего не сказать но это жизнь по плоти в библии написано смотрите ибо воинствование наши не плотские но сильные богом на разрушение твердынь всегда когда приходит какое-то напряжение во взаимоотношениях вы можете действовать или по плоти или же поступить по духу как люди воинствуют по плоти воздают злом за злом являют свой гнев живут в обидах это воинствование плотские и этим ничего ты не изменишь дьявол не боится ни крика ни шума а люди к этому привыкают это воинствование по плоти но наши воинствование не плотские но сильные духом на разрушение твердынь чтобы дьявольские твердыни разрушить в чем-то разуме или в чей-то жизни надо поступать по слову надо написано молиться надо поститься это оружие воинствование духовные это значит написано побеждать зло добром это воинствование уже духовные мы не сможем изменить человека если мы относимся к нему так как он этого заслужил но большинство относится именно так мы сможем изменить только тогда человека когда мы относимся лучше нежели он этого достоин тогда он будет меняться а это не просто это и есть жизнь по духу в библии написано ибо если живете по плоти то умрете угодить богу не можешь жить по бедосной жизнью не сможешь и последние то вы умрете а если дух умышляете дела плоские то что живы будете и так жизнь на глубине это жизнь по духу а не по плоти и последнее что значит жизнь на глубине это жизнь вблизи иисуса это жизнь вблизи иисуса это более высокий более глубокий уровень взаимоотношения с богом и более глубокий уровень наше посвящение ему вы видите этот стих который я очень люблю сближьте же с ним и ты будешь спокоен через это придет к тебе добро это жизнь вблизи иисуса христос был рядом возле этих рыбаков и они починили слову христа и получили то в чем они нуждались и так жизнь на глубине это жизнь по слову бога это жизнь по духу а не по плоти и это жизнь вблизи иисуса почему нам необходимо жизнь на глубине это следующий вопрос на который хочу ответить с помощью слова божья почему нам эта жизнь необходима почему сегодня к этой жизни вас всех и себя призываю первое почему потому что на глубине происходит наше взросление вы знаете что в стоячей воде обязательно что-то заводится и это вода быстро портится кроме этого в этой воде всегда обычно много грязи вот почему всем нам необходимо жить научиться жить на глубине и чтобы эту жизнь иметь или этой жизнью жить и обладать надо научиться или быть готовым платить цену мы должны быть послушны этому слову это трудно и не во всех получается платить цену но это жизненно необходимо мы нуждаемся в переменах мы их ищем вот путь к этим переменам я хочу что вы сейчас увидели один стих из библии кризис 1 18 там написано так потому что во многой мудрости много печали и кто умножает познание умножает скорбь это тоже здесь идет речь о жизни на глубине но отчасти здесь ответ на вопрос почему люди немногие пытаются жить этой жизнью или ищут эту жизнь потому что во многой мудрости много печали если идет речь о печали то следующий вопрос который возникает у нас то зачем мне эта жизнь но никто не хочет современной жизни быть глупым и поэтому мы стремимся к мудрости но когда мы начинаем ее постигать то написано во многой мудрости что много печали и кто умножает познание умножает что скорбь вы всегда удивленно смотрите как вы начинали жить христианской жизнью все у вас получалось и было чудесно а сейчас вы повзрослели но вы удивляетесь тому почему вашей жизни сколько проблем и вы не все их можете и понять и преодолеть в нашей жизни сколько бывает моментов которые мы не понимаем нам понять их трудно проглотить тем более но это и есть жизнь на глубине именно это обстоятельство или эта ситуация помогает мне вырасти там именно на глубине происходит наше взросление вообще на мелкой воде конфликтов практически не бывает поэтому есть отношения поверхностные здрасте до свидания как дела и все остальное там обычного напряжения никаких не возникает но когда мы становимся поближе друг к другу когда мы узнаем больше друг друга когда мы общаемся тесно друг с другом то у нас могут возникать определенные сложности но тем не менее бог приглашает всех нас на глубину я рассуждал над этим стихом и я для себя просто получил как бы ответ внутри себя что это значит для нас почему люди сегодня христиане предпочитают жить на мелкой воде почему многие не идут в этот поток есть две основные причины первые потому что когда вы идете погружаясь в воду вы встречаете сопротивление определенные трудности то есть когда вы идете просто по берегу идти вам намного легче нежели вы идете в воду и чем глубже вода тем тяжелее человеку идти это первая проблема почему люди предпочитают жить на мелкой воде что это значит покаялся крестился посещаю церковь и все но бог желает иметь более глубокие взаимоотношения с человеком слава богу за все это но для этого нам надо идти и еще вторая проблема что когда вы зайдете слишком глубоко вам надо будет плыть но не все к этому плаванию готовы может быть потому что не научились плавать но послушайте только когда вас начинает вода держать в этом есть прелесть какая-то пребывание в самой воде пока вы держите за дно вас вода не может держать но когда вы оторвались от дна вы можете покоиться образно я говорю в боге и в иисусе христе бог желает нас окружать со всех сторон своей благодатью своей благостью я предпочитаю жить жизнь на глубине вы знаете почему потому что я знаю и я уверен что тот человек который покрыт водою он надежно защищен от всех дьявольских атак и дьявольских стрел тот который идет налегке по суше кажется эта жизнь надежней проверенней и лучше но он открыт для серьезных атак дьявольских и он падает и встает снова падает и снова встает есть новая жизнь в иисусе христе эта жизнь на уровне более глубоких взаимоотношений с богом в котором мы уверовали и которого вы любите слава богу за эту жизнь следующий момент почему нам эта жизнь необходимо потому что мы именно на глубине учимся доверять богу мы на глубине различных трудностях и испытаний учимся доверять богу послушайте если человек например не уверен в себе возможностях своих плавать если он не погружается на глубину то он проверяет постоянно если дно подо мной или нет это состояние лежит сопряжено страхом а в страхе есть мучение только тот человек который в состоянии плыть он может наслаждаться самим плаванием и пребыванием воде вот почему бог призывает нас к этой жизни что это значит чему учит нас бог для меня интересен момент что рыба ловилась только ночью или можно сказать лучше ловилась рыба ночью и это подтверждается даже неоднократно в писании я думаю что и рыбаки это отчасти знают так вот послушайте проходя через определенные трудности в нашей жизни мы учимся доверять богу мы взрослеем и это то что нам жизненно необходимо только на глубине вода способна держать человека а человек учиться доверять богу вы знаете что если в вашей жизни много сложностей и у вас есть непределимые кажется неразрешенные проблемы это вы проходите через определенную может быть этап вашей жизни это ночь ночь испытаний и борьбы но в библии есть утешение для нас и она выражена книги и во в 35 стихе там есть написано следующие слова я хочу чтобы эти стихи увидели там написано так вот множество притеснителей стонут притесняемый и от руки сильных вопиют почему люди страдают потому что скорби и притеснения со всех сторон но послушайте вопиять это свойственно всем людям но есть люди отличительные других чем они отличаются но никто не говорит где бог творец который дает песни в ночи не так важно для человека он вот не находится то есть вокруг светло все в жизни получается или он проходит через какую-то темную темную ночь вся суть в том в каком состоянии наше сердце и если в нашем сердце это песню победителя но никто не говорит что есть на небе бог который дает нам песни что в ночи именно в трудных обстоятельствах нашей жизни именно тогда когда мы трудились всю ночь именно тогда когда мы полностью исчерпали себя и ничего не получили начинает действовать величественно господь но при условии если находятся люди и говорят но где же бог где же бог который является богом не только гор но и долин где же бог которому подвластно не только солнце но и звезды где бог спасающий меня вчера где этот бог есть выражение такое чем ночь темней тем ярче звезды чем глубже скорбь тем что тем ближе бог и среди этих скорбей мы чему-то учимся благо наше когда мы нет не надломились когда мы не растерялись но мы многому научились эта школа продолжается через всю нашу жизнь бог желает быть ближе к нам слава богу за это следующий момент почему важно жить на глубине потому что только именно имея вот эти отношения слава будет не человеку но богу это очень важная истина послушайте в библии написано я славы свои не дам иному поэтому везде где присутствует что-то человеческое бог зачастую бездействует но придет время когда вся слава будет только кому богу так вот я нахожу для себя здесь очень важную истину ровно настолько я в воде настолько меня не видно а значит настолько прославляется бог пока мы не покрыты то люди видят только нас но истина состоит в том что люди должны увидеть в церквях наших бога и бога прославить написано и еще отмерил тысячу локтей и уже был такой поток через который я не мог идти потому что вода была так высока что надлежало при плыть что это значит послушайте присутствие бога в нашей жизни она подавляет все человеческое во мне еще раз повторяю присутствие бога в нашей жизни она умаляет все человеческое в нас и дает способность нам людям жить не по плоти но по духу но я должен сделать первый шаг навстречу ему я должен идти в этот поток и вы будете в присутствии бога иметь неиссякаем источник радости благословения и счастья слава иисусу почему необходимо нам жить на глубине потому что только живя этой жизнью вашу жизнь придет благословение и успех это четвертый момент давайте мы обратимся снова к этой иван лет луки с 5 главы я прочитаю два стиха написано 6 стих сделав это не поймали великое множество рыбы и даже сеть у них прорывалась вот благословение и успех откуда почему он пришел потому что они отплыли куда на глубину рыба ловится и на мелкой воде но это совершенно другая рыба они отплыли на глубину и сделали это как по слову иисуса христа к вам придет благословение и успех 1 псалом говорит так но в законе господа воли его и я законе и размышляет он день и ночь и будет он как дерево посажены при потоках вод который приносит плод свой во время свою и лист который не вянет и во всем что не делает что успеет вы знаете что сегодня написано немало книг и можно слышать проповедей как получить или как прийти к успеху здесь очень просто и доступно написано как мы можем этот успех иметь но кто посажен чья воля в законе бога тот посажен у потока тот принесет плод свой во время свое вы знаете что послушайте если вы проходите через испытания вы знаете что требуется от христианина побольше приносить плодов духа и ваша ситуация быстро изменится когда вашей жизни много испытаний и у вас много деяний плоти ваша ситуация буду сугубляться но если вы будете действовать через плоды духа ваша жизнь изменится и окружание ваша тоже слава иисусу и во всем что не делает успеет то есть успех это результат глубоких взаимоотношений с богом из его словом дальше возник вопрос или иногда может возникнуть вопрос что же делать с рыбой бог благословил рыболовом дальше написано и дали знак товарищам находящимся на другой лодке чтобы пришли помочь им и пришли и наполнили обе лодки так что они начинали тонуть когда они увидели как обильно их бог благословил они пригласили своих друзей и товарищей говорит придите порадуйтесь вместе с нами важно нам научиться успех свой разделять с другими потому что мы не только без бога не можем ничего делать но часто результат который мы достигаем это результат общих усилий и многих и многих трудов поэтому они поступили правильно поэтому мы всегда как христиане должны быть открыты к сотрудничеству и строить все для царства божия и ради этого царства слава богу что значит жизнь на глубине почему эта жизнь нам необходимо момент номер пять вы будете способны смиряться что об этом говорит библия увидев это я читаю 8 стих если вы следите по библии увидев это симон пёт пришел припал коленами иисуса и сказал выйдет меня господи потому что я человек какой грешный ибо ужас объял ее и всех бывших с ним вот это ловар и ими что пойманных выйдет меня господи боя человек грешно это смирение настолько человек велик настолько он готов должен быть смиряться многие сегодня потерялись из-за успеха даже небольшого успеха не воздав славы богу не смирившись пред богом они потеряли не только успех но и продвижение к успеху почему потому что бог гордым противиться смиренным дает благодать вообще невозможно совершить согрешить без гордости и это единственный грех за который совесть человека не обличает послушайте смирение это значит уверенность в боге гордость эту уверенность в самом себе смиренный человек он зависим от бога потому ищет бога и терпеливо ожидает помощи от бога а осознание нашей зависимости от бога зависимости нашей бога переведет нас на новый уровень благодати это и есть жизнь на глубине не смиряясь пред богом мы не сможем познать этих глубин божьих откровений и истин которые сокрыты в божьем слове и которые бог желает для всех нас открывать мы не смиряемся иногда не потому что нам не хочется и не потому что мы не научены смирению а потому что не всегда это у нас получается представьте себе вот это опытного рыбака который увидел вот эту всю картину он хотя и сделал но я не думаю что он ожидал тот что в результате они получили на когда он увидел все пришли в ужас и страх а он просто сказал господи я все понял то есть отношения с иисусом у петра поменялись он хотя и слушал то что говорил учитель но тем не менее отношения у них были другими но сейчас когда он увидел все это он вблизи иисуса увидел свое собственное истинное состояние и он сказал именно эти слова это смирение следующий результат почему нам необходимо жизнь на глубине написано вы будете ловить человеков не бойся петр потому что с этого момента я перевожу тебя на новый уровень благодати наши отношения будут посерьезнее поглубже а в результате этих взаимоотношений ты будешь способен не только ли рыбу ловить но и человеков как вам кажется в результате у петра это получилось 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 наше призвание не только зарабатывать на хлеб на сушный наше призвание не только научиться рыбу ловить наше призвание наше призвание ловить ловить человеков для христа а все остальное это только школа для нас и когда мы закончим эту школу успешно мы сможем сделать ту миссию которая возложена на каждого отдельно человека на всю церковь слава богу за это то есть он получает новое направление в жизни это результат жизни на глубине и последнее написано дальше я читаю одиннадцатый стих и вытащив обе лодки на берег оставили все и последовали за ним мне это очень нравится трудно найти сейчас такого человека который что-то имеет в один момент оставил все и пошел за иисус даже немного и мы не готовы оставить потому что послушайте нас смущает жизнь на глубине мы не уверены что у нас получится но это возможно когда человек научился доверять богу когда готов он пожертвовать материальным ради божьего уповая на бога что бог его в этих обстоятельствах жизни не оставит вы знаете я помню как я учился плавать всегда люди которые учатся плавать они пытаются научиться на мелкой воде но у них не получается потому что они постоянно щупают но они боятся оторваться земли они боятся оторваться земного чего-то но есть новая жизнь в иисусе христе в то время еще не было никаких каких приспособлений там надувных чтоб тебя держала на воде поэтому моя как бы учеба была очень краткой мне объяснили как надо плавать а потом просто бросили на глубине и наблюдали выплыву я или нет ну и вы знаете я выплыл и плавать научился борьба за выживание она учит многому человеку это что он никогда не смог сделать держась ближе к берегу он вдруг в одном мгновении решил когда оказался на глубине так бог иногда лишает нас определенной опоры не для того чтобы причинить боль тебе но чтобы ты научился плавать чтобы ты был укрыт в божьей благодати чтобы твоя жизнь зависела от источника жизни который дает всему жизнь и дыхание и все в реальной жизни все что оторвано от корня она погибает если ты не черпаешь сегодня свои силы от источника дающего жизнь любой благодать ты быстро засохнешь но все источники которые есть в иисусе христе они открыты для нас сегодня и вытащив обе лодки оставили все и последовали что за ним и последовали за ним важен вопрос ты всегда остаешься с благословениями ты держишься рыбы или ты славу воздаешь тому кто тебе эту рыбу послал ты дальше последуешь за ним или для тебя благословений божий вполне достаточно чтобы ты мог как то жить оставаясь на мелкой воде я хочу вам именно торжественно завид все чем вы обладаете это бог и только бог и все что дал человеку бог он это сделать с единственной миссию чтобы мы как люди последовали за ним если вы чувствуете сегодня что ваша вера сломлена силы ваши закончились как в этих рыбаков надежда вас оставила а ваши сети вымыты и нет никакого желания больше не молиться усердно не поститься и так дальше я понимаю вас отчасти но я прошу вас сегодня ради бога отплавите на глубину на глубину новых взаимоотношений с богом вы получите то что получили они вашу жизнь придут чудеса ваша духовная жизнь изменится и вытащив обе лодки на берег оставили все и последовали за ним бог сегодня ищет последователей среди нас который не просто посещать будут церковь но последует за ним чего бы это для них не стоило давайте сейчас повторим вот эти моменты чтобы вы лучше запомнили почему нам необходимо жизнь на глубине на глубине происходит наше взросление вы можете оставаться на мелкой воде как дети играет игрушками так и вы можете про можете просто наслаждаться прохладой этой воды но вы никогда не будете переживать потока который способен передвигать каменные сердца вы никогда не переживете ту благодать которая может обволакивать вас и просто держать когда кажется все вокруг тебя рушится и падает слава богу за эту возможность мы учимся доверять богу в трудных обстоятельствах нашей жизни мы учимся доверять богу слава будет не человеку но богу это божий план для церкви для человека к нам придет благословение успех рыбы было так много что наполнили две лодки и эти лодки собирались тонуть вот как бог может благословить в один момент когда мы поступаем по его слову вы будете способны смиряться вы будете ловить человека вы последуете за ним вы знаете что когда христос проповедовал вот здесь на берегу гениса резкого озера я подводу итог послушайте слушатели было очень много висуса но вы знаете что всегда делал иисус он среди этой толпы он как бы вызывал находил два-три человека с которыми он сможет работать в будущем толпа была такая большая что ее теснили к воде так что он вынужден был переместиться на лодку он мог взять любую лодку но он выбрал лодку петра потом когда на выбрал эту лодку он обратился к петру и к его помощникам ученикам пожалуйста сделайте то и то закончилась проповедь они не разошлись по домам и он говорит я знаю вашу нужду что вы в конце концов не пришли сюда чтобы проповедь мою слушатели учения я знаю что вас просто сугубо материальный интерес вы нуждаетесь в рыбе и может быть ваши семьи дома я готов ее дать пожалуйста отплывите на глубину и закиньте сеть для лова и когда они это сделали пришло чудо бог восполнили их материальные нужды и духовная жизнь изменилась слава богу это возможно когда мы доверяем богу когда мы доверяем богу вы знаете что сегодня бог желает захватить наше сердце через эту проповедь через наше проповедование и вы знаете какой обычно бывает результат любого служения одни люди как большинство которые были там на берегу они просто разойдутся по домам но некоторые последуют за ним послушайте те которые возвратились домой в их жизни ничего может быть не изменилось но те которые последовали за христом они впоследствии изменили весь мир вы чувствуете эту разницу это не значит что надо не надо идти домой послушайте но они придут домой пойду домой как и пришли а другие придут положив сердце вот это слово я буду следовать за ним в библии написано христос говорил в одном из стихе от стихов так кто мне служит мне да последует я хочу чтобы вы увидели сейчас еще один стих если кто хочет идти за мной отвергни себя возьми крест твой и последуй за мною все значит что надо чтобы последовать за иисусом надо самопожертвование надо отказаться от своей гордыни от своего я надо отказаться от жизни для себя надо уже не расстраиваться если мое я затронули надо не уже не обижаться даже если очень обидно это самопожертвование написано кто хочет идти за мною отвергни себя а потом следующее что надо сделать почини мою жизнь почини свою жизнь кому мне я царь неба и земли если ты признаешь его владычество авторитет и власть то твоя жизнь целиком и полностью должна почина быть ему вот что значит следовать за иисусом слушающих проповедь иисуса христа всегда было много но он всегда искал среди толпы последователей и кто пойдет за ним тот увенчается успехом тот будет проводить с ним вечность я не знаю какой ваш был улов до этого момента какая была ваша духовная жизнь я не знаю но сейчас я прошу вас положитесь на слово божье доверьтесь этому слову и скажите господь я буду идти за тобою я не просто буду посещать церковь я не буду просто слушать проповедников я пойду за тобой и чего бы это не стоило и ради тебя господи я что-то оставлю с грехом я не буду иметь никакого дела мир меня больше не прельщает потому что я увлечен твоей красотой скажи господу сегодня боже помоги мне это сделать сделай это решение оставь то что тебе необходимо ставить оставь что тебя тормозит твоей духовной жизни в конце концов восстань от лени от беспечия и скажи господь я хочу жить на глубине веди меня в твой поток да будет имя бога благословенно вся слава только ему во веки веков аминь веков аминь веков аминь веков аминь веков аминь